Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Игорь Лысенко, доцент кафедры средового дизайна Московской академии имени Строганова, и Раиса Лысенина, скульптор и автор экспозиции, посвященной Солженицыну, которая сегодня располагается в Солочи. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, для начала хотелось бы понять, с какой целью вы сегодня из Москвы приехали в наш город? В рамках дипломного проектирования в 16-м году был выполнен дизайнерский проект мемориального комплекса Александру Исаевичу Солженицыну в Солочи. Защита произошла в июне месяце, и потом этот проект в виде планшетов, в виде макета переехал на родину к вам, в поселок Солочи, и там экспонируется в экспозиционном зале. А теперь он будет представлен, я так понял, в Рязани, для дальнейших действий по его воплощению. Игорь Николаевич, как так получилось, что вы в Москве заинтересовались этой темой, и вам вообще стал интересен Солженицын, Солочи, и именно этому всему посвящен проект? Ну, во-первых, как любой читающий человек, в свое время я был поражен честностью, правдивостью, открытостью этой личности, и за поем читал его книги, которые можно было достать. Впоследствии, значит, конечно, повлияло то, что это в преддверии больших дат, связанные с Солженицыным. И, конечно же, помогли творческая заинтересованная интеллигенция Рязани, вот в лице Раисы Алексеевны, которая подсказала эту тему для дипломного проектирования. — Раиса Алексеевна, у вас-то как появилась идея именно такую тему подсказать? Я знаю, что вы работали над экспозицией, посвященной жизни Солженицыну в Солочи, в Рязани, которая сейчас работает в художественной галерее в Боровнице. Чем вас, в свою очередь, эта тема привлекла? — Скажу честно, я очень мало читала Солженицын. Но он непростой, заставляет думать, иногда не хочется. Поэтому, кроме крохоток, тема больших, я просто, мне даже дрожь берет насчет его больших томов. Но когда была предложена тема Солженицын в Солочи, я не могла отказаться. Почему? Во-первых, это соединение личности и места настолько меня увлекло, что через его присутствие в Солочи я немножко больше стала узнавать Александра Саевича. И поэтому у нас складывался очень любопытно вот этот сам зал. Не как, как говорят, школьный музей, то есть витринка, планшетик. Мне очень хотелось передать атмосферу, в которой ведь его слова, которые передала Сараскина, «Увидев сосновый бор, я влюбился в него окончательно». То есть он действительно укрывищем называл это место. То есть он действительно уходил и просто, можно сказать, я могу так сказать, запоем работал. И самое интересное, что не просто в одном местечке. Мы проследили целый путь. Он жил и в загородной гостинице, которая теперь гостиница Боровница. Это тоже повлияло очень на то, что вот этот зал должен был существовать. Он не беспочвенно, то есть основы есть серьёзные. Это второй гостиничный корпус, это кельи, которые сейчас стали опять кельями. Это дом на опушке с потрясающим известнейшим фотографией, где он под дубом на столике простом работает. Вот это всё меня подвигло к этой теме. Ну а когда вдруг Игорь Николаевич позвонил и сказал, что у него появились дипломники, человек очень интересен, чем он тему выбирает и очень хорошо с ней серьёзно работает, неповерхностно. Поэтому я совершенно свободно, без всяких сомнений, предложила эту тему. Думаю, если он поймёт, что это можно, он возьмёт. Не возьмёт? Не возьмёт. И вот, вы знаете, случилось. Я просто была потрясена, что получилось. Я не предполагала такого уровня. И забегая вперёд, скажу, что презентация была в Доме русского зарубежья, этого диплома. И были получены очень высокие оценки не только от слушателей, но и от Натальи Дмитриевны Сложеницыной, и от заведующих отделом Александра Саевича, и от Дома русского зарубежья. Это ещё больше нас воодушевило. Игорь Николаевич, перейдём к сути. Что же из себя представляет этот проект? Проект двигался, как обычно у нас это происходит. То есть был собран материал с помощью Раисы Алексеевны лично. Дипломница, которая выполняла этот проект, автор проекта, это Анна Мартынова, очень способный дизайнер молодой. Мы нашли все эти материалы и подошли к тому, по какой концепции нам всё это выполнять. Решили, что в основе всего этого будет жизненный путь Александра Саевича, то, как становился он как писатель, то, как развивалось его взаимодействие со сталинским обществом, то, как он отвоёвывал от этого сталинского общества людей, способных анализировать, и его мысли поглощать, и становиться другими. Потому что у Солженицына основная идея во всех книгах, он неоднократно её показывал, что вы должны сами пройти свой путь и выбрать свои действия сами. Поэтому родилась концепция, основанная на нескольких визуальных рядах. Это какие ряды? Взаимодействие общества и писателя, то есть отражение. Значит, вот это визуальная технология отражения или зеркальности. Второй визуальный ряд – это связано со шрифтами, с книгами, всё, что связано вот с этими буквами и так далее. И самое основное, которое лёг в основу, собственно, формального решения, формообразующего – это технологии сохранения и оберегания. Оберегание и сохранение мы решили выполнить как руки, закрывающие что-либо, например, пламя свечи, зарождающиеся, или крылья птицы. Значит, вот, помятуя то, что сам писатель в своём творчестве выступал как некоторая вещая птица, он на многие годы вперёд объяснил, что может быть со страной и так далее, мы взяли за основу вот такую птицу, вырывающуюся из земли вверх. – Ну, насколько я понимаю, сам проект – это, можно сказать, ну, какой-то разработанный комплекс, который мог бы появиться в посёлке Солоча. Да, вот, если так конкретно, каким бы образом он выглядел, где бы он располагался, и каким образом там люди могли бы узнавать что-то у Солженицыны и в то же время, да, там отдыхать? – На сегодняшний день, на сегодняшний день, то место, которое выбрано в дизайнерском проекте, это въезд на территорию деревни Давыдова. Естественно, мы, понимая о том, что там люди просто живут, они там отдыхают, а к Солженицуну может приехать большое количество людей. Мы отнесли его на некоторое расстояние, значит, вправо, от въезда в деревню Давыдова на территории Соснового Бора. Он, значит, мог бы располагаться, он небольшой, компактный, чтобы не тревожить природу, чтобы он врос в те замечательные места, которыми, значит, заболел и которыми восхищался Александр Исаевич. – Это определенный комплекс? – Это небольшой мемориально-музейный комплекс, да, где люди могли бы, значит, получить информацию по Солженицыну и по тому, как он жил в этом регионе, где они могли бы посмотреть какую-то историю его жизни, что именно было сделано в какие-то года пребывания в Рязанской области, и купить его книги, отдохнуть. Центральная часть «Между крыльями» отведена для каких-то летних выступлений оркестра. Там можно послушать классическую музыку или неклассическую, и несколько площадок под перформансы различных современных художников. – Раиса Алексеевна, ну, Вы как человек, который уже долго с этой темой работает, да, занимаясь построением экспозиции, с Вашей точки зрения, насколько реально было бы воплотить этот проект в жизнь? – Он вполне реален, но, конечно, требует очень больших затрат, потому что это не просто... Я-то думала, как перенесем домик, сделаем небольшую какую-то там музейную территорию, вот, но тут уровень этого диплома выходит за рамки просто даже российского, потому что взяты новейшие вообще какие-то тенденции музейного экспонирования, да, вот Игорь Николаевич говорит о крыльях, наверное, немножко люди не понимают. Это целое здание, это целое здание, это голова птицы, это где центр, это дом его, который сохранился, который закрыт еще одним архитектурным, архитектурной такой постройкой, не могу сказать постройкой, объемом, объемом, где стекло, бетон. Но это птица, птица здания, птица строения, она настолько органично села вот именно в этот лесной массив, то есть там минимум утрат зелени, то есть разработан проект так, что лес остается целым, даже дорожки, дорожки продуманы так, что деревья не трогаются, не обходятся. Леонид Алексеевна, вот основная цель защиты этого проекта в Рязани, показать нашим властям, что вот подобное можно сделать, заинтересовать их и подтолкнуть к реализации? Конечно, подтолкнуть, толкать, конечно, это очень сложно, но показать, что может быть, что, ну, сейчас же разрабатывается наш рязанский культурный кластер, да, об этом сейчас просто вот эта тема, вот об этом думают. Вот как раз вот этот момент, он не высосан из пальца. И это может быть такой кластер культурный, где будет центр, не на поле выращена гостиница и что-то там придумано, а оно органично живет, оно тут наше, и причем оно всемирно известно, и имя Сложеницына знают все. Поэтому, естественно, показать, что может, что можно сделать, и на каком уровне, и как можно в Рязанской области вот в этот культурный кластер влиться такой мощной струей. Ну что ж, мы желаем вам удачи, огромное спасибо, что сегодня пришли к нам в студию, и, конечно, мы так же, как вы, надеемся на то, что когда-нибудь у нас в Солочи появится воплощение вашего проекта. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем нашим телезрителям всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова